Музыка Мы рады, что среди отсутствующих нашей инфляции профессор Елена Макер Елена Маяк, которая согласилась рассказать нам о классических дисциплинах на исторических факультетах МГУ в годы Великой Отечественной войны Елена Ильевна, я думаю, что она нам более подробно расскажет о своей причастности к нашему отделению Я думаю, что все ее знают Елена Ильевна, в общем, живой классик истории древнего Рима Она вам будет и нескольких местных смежных дисциплин Поэтому все коллеги ее прекрасны Пожалуйста, Елена Ильевна Спасибо Отсюда Как вам удобнее Во-первых, поблагаю вас за приглашение Тем более, что я не филолог классик, а историк антиковик Но вот так случилось, что вся моя жизнь была связана либо с филологами, либо с филологией Иногда непосредственно, иногда опосредованно Я начну даже со школы Я учусь в той школе в Москве, где учился, между прочим, Исаик Михайлович Милов-Намон Да, но я-то его, конечно, знала Он был тогда десятиклассником, когда я его узнала А мы-то были в шестом-седьмом Он на нас внимания никого не обращал А мы следили со стожеклассником и слышали от них загадочные слова Куда они пройдут учиться? В университет или в Ифли? Вот это слово Ифли запало мне в душу Но потом уже в восьмом классе разручало Иисус другого человека Обычно в те времена, кто хотел детей научить иностранного языка Подавали их в такую группу или индивидуальную обучу Так вот, я попала, если можно так сказать, в группу У нас было двое Я была в восьмом классе А он был студентом первого курса Ифли И это было совершенно загадочно Как потом узнала я случайно и через много-много лет Это Юра Семеновна Оказался родственником А сами как он? Вот так Такие вот схождения в биографии И Юра, конечно, на меня внимания не обращал Вообще с некоторым зрением ко мне относился Ну я посмекла, что А он приходил и говорил У меня завтра алёвка Или что-нибудь в этом роде Он производил мне потрясающее впечатление Он начался в Ифли Хотя я очень хотела пойти на историческую группу Будучи зачарованным этим словом Ифли Я отдала туда документы Ну, когда не было ещё не до ареста А просто у меня подзвала про аттеста У меня просто очень белье И каждый день я с позоранку вставала Полтора часа Переслась в трамвай в Ифли Но не пожалела Между прочим, в тот момент Я несколько слов могу сказать об Ифли Это был институт, который был выделен Из университета В тридцать четвертом году И сначала туда поместили В Ифли Философский, экономический, филомический Вместе с отделением Истосства Ведения Но увидели, что без истории-то всё как-то не совсем удобно И я оказалась на истоке там И первый семестр Моё знакомство с античностью Началось на занятии латинским языком Это произвело мне изглазимое впечатление Тем более, что преподаватель был Не просто хороший, но очень обаятельный человек Константин Рудольфович Мейер Он ходил почему-то в таком военизированном костюме Но без знаков отличия И мы потом Раби его спросили А почему вы будете такой Вы не верны На что он нам ответил Визители Я вообще-то пришёл сюда Из академии военной, где я преподаю математику Но однажды я шёл по улице И встретил моего университетского учителя Сергея Ивановича Соболевского Он увезли на меня и спросил Я говорю А что же Не хотите ли вы вернуться, друг мой? На контичности Он сказал Да, но вы знаете Я уже всё забыл А что Соболевский ему сказал Нет, батенька Не так мы вас учили Чтобы вы всё забыли Я действительно вернулась И сказал Превословный преподаватель Превословный слой Но Нас учили на испахе Преподаватели с филологического пути С классической филологии И тогда была такая программа Которой, к сожалению Теперь Нет Проходилась История литературы Пусть в кратком обзорном В таком порядке Но Начинали с античности Первый курс античности Второй средний И так далее Мы всё абсолютно прослушали И вот как раз История античности Литературы Читал так Александр Михайлович Попов Читал очень хорошо И Вы знаете На статы меня Удивлялись Я запомнила Что у него были Очень светлые Мне казалось Глубые глаза Он так На нас На всех Вопер Вивлекает Наше внимание Но У меня наставали Это Всё А Между тем Вот Юра Семёнов Уже Перестала ко мне Относиться С презерением Я уже стала Студенткой Он меня познакомил Со своим Приятелем Очень красивым Молодым Лейтенантом Помоглым Лётчиком Если Я не ошибаюсь И Тот Меня Пригласил В театр Я конечно Спросила У мамы Но У нас Был дом Завидан так Что Все С кем я общаюсь Должны Сначала Везти к нам домой Ну поскольку Они приходили домой Мама Отпустила И На Ближайшее Воскресенье Было 22 июня 41 года Я в театр Не пошла И Как-то Уже Потеряла Обои Из виды Я знаю что Юлия Семёновна Была Молодая Прекрасно Все Кончит И Работала А молодой Человек Наверное Из первого Не вернулся О нем Ничего Не было Известно Получилось Так Что Очень Быстренько В наш Дом Попала В нового Алиса Мы остались Абсолютно Без всего Всего Я проходила В чужих туфлях Разного Размера Они были Длинные И И Платье Сразу Моих Убоевых Сестер В таком же Вот Виде Но Тем не менее Я Через Три года Отсутствие Восстановилась В университете И Сразу же На втором Курсе Попала В уроки Латиниста И Этим Латинистом Первым С которым Мы Познакомились Яков Васильевич Ларовский Может быть Кто-нибудь Преподаватель Его Понял Он был Очень Образованный Человек А Руководитель Нашей Очень Большой Ученый Николай Александрович Машкин Который Собирал Вокруг Себя Интересных Людей И И Преподавателей И Он Нам Хотя Мы Еще Общий Курс Латыни Даже Не успели Пройти В то Время Владимирского Языка Данная И Стойка Подает Больше Меня Один Его Обучали Не Один А Полтора Года Но Все Рано Мы Семинар Посвященный Императору Августу И Мы Читали Будем Читать Семинар Александрович Машина Развесты Деви Августе Который Переведен Русский Дух Еще Не Ну И Мы Его Читали Обращались За консультацией К Нашему Любим Васильевичу Чудесный Человек Ну Время Было Очень Трудно Наступила Зима Мы Все Раздала На Пятерку У меня Дополнительная Карточка Нас Отечников На курсе Было Четыре Человека Вот Четыре Человек И Этой Карточкой Но Это Нас Как-то Мало Беспокоило Действительно Потому Что Все Было Очень Интересно Во-первых Я Поняла Что Никуда Античность Не уйдет А раз так То Мне пришлось И О чем Я не жил Второй раз Прослушал Курс Античной Литературы Который Нам Можно Сказать Пропел Сергей Иванович Я Уже Могла Не сдавать При условии Что Я буду посещать Эти занятия А Сергей Васильевич Мы читали Нет Вот Знаете Что Интересно Может Пустяшная Такая Вся Что Я Вам Скажу Пришел Я Васильевич Очень Грустный И даже Водужечен Мы спросили Что С вами Я Васильевич Пробовал Очень Любим Сказать Небольшое Несчастье Что Рад Грозит Тюрьма Он Пошел Варина И Купил Буханку Черного Хлеба А Буханка Тогда Стоял 900 рублей Спекуляция Была Запрещена И Вот Его Брата К Суду И Он Все Приворчены Потому Что Это Было Посолнечное Спекуляция Он Не Продавал Он Купал Все Ровно Спал Посолнечное Он Образился к адвокату И Адвокат Сказал А Вы Скажите Что Вы Украли Ничего Вы Можете Это Вас Убережет Такая мелочь Что Вы Сделали Он Сказал Что Украли Кухонку Его Там Пожевелили И Ни дня Тюрьмем Не Получил Ну Это Так Что И Хочу Сказать Что В это Кафедра Истории Древнего мира Было Действительно Притяжение Всех Антиковедов Да И Древневосточников С Руководил Николай Александрович Машка Совершенно Замечательный Который Не Читал Общего Курса Он С детства был Очень болезненным У него было Плохо Сердце Читал Курс Очень Подражавший Я сама Не совешала Профессора Сергеева О Которого Ходили Легенды Как Он Великолепно Читал И Что Послушать Ну Приходили Математики И Так Ему Подорожал Пообщая И Читал Очень Хорошо Он Был Немножечко Солдаков Но Вообще Он Был Немножко Человек Чувствовал Себя Как-то Социально Некомфортно Потому Что Отец Офицером Таштой Армии Поэтому Всегда Истер Пытался Подчеркивать Своё Так сказать Расположение Проритарскому Элементу Обязательно Ну Потом Это Понимали И Убирились Если Его Температу Но Он Интересный Человек Все Так Интересно Кажется Было Еще И Тем Что До Заседания Как-то Филологи Классики С первого Одни С вами Со второго Курса Посещали Заседания Как-то Слушали Доклады И Рецензии Которые Обязательно Зачитывались До Заседания И Приходили Все Психологи Последники На Вышедшую Литературу У нас И На то Что Можно Было Получить Из Новой Обязательно Обязательно Это Было Совершенно Непременно Условие И Приходили К нам С С С С Прежде Всего И Чаще Всего У У У Виктор Виктор Нович Верхов Они У Нас Постоянно бывали И И Даже Иногда Задавали Вопросы И Выступали А мы Были Студентами На Не Конечно На Не Ну На Не Сам Потому что старшие филологи приходили в некоторые свои переводы. Он великолепно переводил стихи. И, кстати, должна сказать, с Федором Санчем мое знакомство продолжилось почти до конца его жизни. Так получилось. С ним познакомилась на даче. Он жил в «Туристе» с Марией Васильевной. Значит, такая Марьяна Казимировна Трофимова. Да, знаете, может быть. Она была автологом, к конечному счете. Вот, занималась фондами. И тоже ей предложили там дачу. И Марья Васильевна все нам абсолютно дачи подобрала. А еще почему? Когда я кончила университет, и, конечно, не защитилась вашей диссертации, Николай Александрович Машкин говорил, это же не история партии, это же все-таки античная история. Мы не можем уложиться в такой срок до писания диссертации, как с нас великолепно. Я знаю, Николай Александрович, между прочим, когда мы поступили, то он же ведь умер внезапно совершенно в поезде. Он ехал от сдачи и умер. Он поспешил на поезд, и вот его тяжелое состояние сердца на этот раз привело его к концу. Я пошла работать. И я уже даже не помню, кто именно. А, вот как. Моя мама была ведь хореографом. Она хорошо знала Валерию Ивановну Цветаеву, вот эту старшую сестру Марину, а муж Валерии Ивановны, Сергей Ясоныч, заведовал в кафедре древних языков в Институте иностранных языков. Вот я тогда, поскольку мама меня еще отдала обучаться танцам Валерии Ивановны, и мы хорошо его не знакомы, я попала в эту среду. И когда кончил университет, меня взяли, допустим, в институт имени Тореза иностранных языков. Сначала я попала, заведовала грабель пасок, а потом Виктор Иванович Ерхов. И так поработала. И очень набережилась с моими сверстниками. Татьяна Исоколовой, затем, та была немножко старше нас, но все равно с нами совершенно... Сунуковой Валентинной, затем Зорей Алексеевной. Да, совершенно верно. И кто-то еще. И вот... И вот... Нет, нет, нет. Вот, знаете, с кем? С Райвером. С Райвером очень дожили. Ну, вообще, очень дружили все. И вот постепенно нас еще и собрала на даче жена Голгория Александровича. Совершенно замечательная женщина. Она переводчица французского языка. Как раз тогда выходил полное собрание сочинений Бальзака. Она же в два сочинениях переводила. Ну, как бы то ни было, это наше знакомство. Мне на всю жизнь, конечно, запомнилось и со многими, и до конца жизни почти. Очень дружили. Ходили в театр, вместе друг к другу, по всяким праздничным дням. И даже и праздничным. Вот с Зорей мы пошли, когда умер Сталин, мы, конечно, Сталина не любили. Но когда он умер, все очень испугались. Совершенно искренне. Обстановка международная была в этот момент очень сложная. Там, с коленей, перецепленная параллель, и так далее. И все безумно боялись, что начнется война. Ну, собрали институт иностранных языков, вот, пойти туда. мы с Зорей собрались до станции какой-то метро. На наше счастье мы не спустились вниз. Мы нашли до середины, а потом я сказала, я не могу Зорей. А у меня уже был ребенок в то время. Я говорю, я не могу. И нас волной обратной вышел наверх. Мы сели на метро, что сказать, и оказались вне зоны бедствий таких. Это было очень страшно. Ну, дальше получилось так, что очень трудно было с работой. Но это довольно страшно. Так нас называли античники. Это братская могила. Работа в США. Нет. Да, еще если кто-то был членом партии или какие-то особые знакомства, а у нас никаких знакомств, как правильно не было античников. И наши учителя тоже нам могли помочь. Тем более, что такой человек, которому мы все прислушивали, с Машкой, он был, помимо того, что большой ученый, он был обаятельный и очень хороший человек. Его сменил весьма античистный профессор в Аутере в Востокове. И он, конечно, о нас ни о ком и не думал. Кто куда. Вот мне пришлось очень долго работать в библиотеках. Сначала в историчке, потом академии наук. Откуда вдруг меня пригласили по старой памяти? Кстати, тоже в общении университетом. Тем больше он был знаком с моими родителями. И подал вам полит грану, что в техникуме имени начальства делала мою преподавание, а он хорошо это помнил. Ну, спасибо ему. В общем, оказалось, в университете, где я всю свою жизнь и провела. И тут опять-таки жизнь меня свела с логической функцией. Я оказалась на долгое время включенной в состав диссерционного совета классической дуалологии. Что мне очень нравилось. Я считала, что меня это очень обогащает. мне было интересно. Ну, я была менее. Конечно же, полезно учебу полнее. Тем не менее, пока силы это вообще позволяли, я в этом совете состояла. К сожалению, мне пришлось отказаться от действительно от сожаления. Тем более, что в современных условиях учащиеся студенты оказались во многом худших, чем тогда, когда учились мы. В школе нас учили старые гимназические учителя. Это было очень заметно. Очень подбирало оружие, такой сырный интеллект и создал. Он так призвал. в университете тоже конечно были молодые такие, Машкин и еще были молодые большая. Но ведь были и те люди, которые несли с собой традиции университетские. И это было замечательно. Конечно, на всю жизнь я это запомнила. Тем более, что жизнь это была лепестка. Когда я восстановилась в университете во время войны-то у нас было очень много пришедших с фронта. Причем коллег. Вы знаете, были люди без руки, без знаний. Были абсолютно слепые. Общежитие было университетское на Староманке в Сокольниках. Так вот этим раненым тяжело людям предоставили на эстфаке комнаты и они там жили в прицепе. Это было замечательно совершенно. Чтобы дать возможность таким угольным скажем прямо людям, среди которых были и умные и талантливые люди. Один из таких потом был нашим деканом Федосовым. Он же за это приятен и очень любил кафедру. Более того, он устроил на нашем факультете специально кафедру классических языков и классической филологии с вашего факультета группа преподавателей была переведена к нам. заведовал тогда уже этой кафедрой классических языков на истфаке Виктор Сергеевич Соколов. Он, когда я была в аспирантюре, вел у нас семинар по вербелию. Федосов мечтал стать византинистом, но лишившись правой руки, он побоялся дезодородцева. Никак не мог научиться писать сразу, понимаете? А остальные все кончили. И было даже два преподавателя, оставлено в университете читать курсы. Больше того, я скажу, была еще такая, был такой обычай, который, я считаю, не грех был бы оставить, восстановить, может быть, и теперь. Ведь у нас было очень много незрячих или полнозрячих. чтецов. я уже говорю, пока они учились, они получали чтеца. Это же замечательно было совершенно. А потом я познакомилась с некоторыми такими людьми, полнозрячими, с юридического факультета, и став профессорами, они получали тоже чтецов. Вообще, все-таки, я считаю, что при всех пристях советского времени, все-таки высшее образование было лучшее. Нам лучшее относилось. Нам позволяли сохранять лучшие традиции. Нас никто ни шпынял никогда. И позволял держать на определенном уровне образование, стало быть, и науку. Сейчас это гораздо хуже. Мы же знаем, а уж мы-то очень хорошо знаем, что такое современное урезание курсов и часов. Но мне не хочется кончать на такой грустной эмоции, конечно, потому что это не столь грустно. Я считаю, что мы сейчас готовим хуже, но это безусловно. Вы еще как-то нежели. Хуже готовим студентам. Я убеждена, что наступит время, когда все как в свое время в 34-м году вернулись на круги свои и восстановили и античную историю, и классическую филологию, также произойдет вообще слышно образование науку. Ну, я вас найду в шоктале, если что-нибудь интересное. Благословия. АПЛОДИСМЕНТЫ